Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО или «Готов к труду и обороне» по-прежнему очень популярен на Кубани, в том числе и в нашем районе. Выполнению норм этого комплекса предшествует подготовка, которая оздоравливает и развивает физически. В этом смогли убедиться участники соревнований. Уникальность комплекса ГТО обусловлена тем, что принять в нем участие могут люди разного возраста и физической подготовки. Дело в том, что упражнения и нормативы прописаны индивидуально для всех категорий. В физкультуре и спорту покорны все. В этом уверены участники финального этапа фестиваля чемпионы ГТО, которые собрались в центре спортивной подготовки олимпийц, чтобы проявить свои лучшие качества. Соревнования открылись по традиции музыкальной разминкой. В первоклассном современном спорткомплексе есть все условия для успешных состязаний любого уровня. Поэтому во время этого ответственного мероприятия не должно было возникнуть никаких проблем. Над этим поработали организаторы. Участвуют все желающие от 18 до 59 лет. То есть у всех шансы равны, потому что показав результат в определенном виде, человек получает определенное количество баллов. Баллы эти варьируются в соответствии с возрастом, поэтому шансы равны абсолютно у всех. Как у 18-летнего, так и у человека, которому уже 59. Сегодня у нас принимают участие команды от поселений и ребята, которые лично заявились не за какую команду, сами за себя. Все эти люди готовились, они знали, какие испытания их ждут впереди, поэтому все умеют плавать соответственно, все физически готовы. Настрой у всех позитивный. Кто победит, сказать не могу, потому что конкуренция действительно очень серьезная. Участники соревновались в выполнении таких видов, как силовые упражнения или отжимания от пола, поднимание туловища из положения лежа, наклон из положения стоя на гимнастической скамье. Нужно было видеть, с какими напряжениями и самоотдачей соревновались спортсмены. Это полноценный образ жизни. Я и дня не могу представить, чтобы я не занимался. Будь это стадион, тренажерный зал, даже если нет возможности мне куда-нибудь попасть, чтобы позаниматься, я с удовольствием занимаюсь дома. Конечно, я не всегда делаю по утрам зарядку, но спорт это для меня все. Я благодарен всем спорту и своим состоянием психологическим, в том числе и здоровьем, потому что и для сердца полезно. Да, стимул побеждать всегда присутствует в моей жизни. И в любых соревнованиях путь это легкая атлетика. В фестивале ГТО я всегда с удовольствием принимаю участие. Мне не надо уговаривать, если только зная об участии и возможности поучаствовать, я всегда прошусь и говорю, что готов выступить на самом высоком уровне. Завершились состязания в Олимпийце бегом на средние дистанции, где нужно было продемонстрировать выносливость. И спортсмены постарались показать свои лучшие результаты. Завершился финал фестиваля в бассейне «Дельфин». Плавание на 50 метров не такая простая дисциплина, особенно если человек давно не плавал. Но тем не менее, все с ней справились. Поздравляю в первую очередь славянскую команду, то, что они заняли первое место. Есть куда нам стремиться, у нас еще есть впереди время подготовиться и на другие соревнования. В любом случае, любые соревнования, это здорово. Всем, кто занимается спортом, я пожелаю только побед, только удач. Не расстраиваться ни в чем. Потому что только одно выступление, это уже говорит о том, что ты чего-то достиг в этой жизни. Спасибо всем организаторам, спасибо всем, кто прикладывает усилия к этим мероприятиям. После подсчета заработанных очков во всех видах состязаний были определены лучшие. Среди мужчин победил Андрей Веник, среди женщин не было равных Светлане Безворотней. Действительно очень трогательно, потому что неожиданно. Ну, потому что, как правильно сказать, наверное, тем более в плавании я впервые участвовала при сдаче ГТО. Потому что, когда сказали, что у меня все получилось, ну, по крайней мере, даже с хорошим результатом, то я была приятно удивлена. Я когда бегу, там что-то делаю, я как бы не стараюсь смотреть, как это делают другие. Я стараюсь, короче, выложиться. С результатом у меня получилось. Что для вас было самое простое и самое сложное? Ну, наверное, самое простое было все в легкой атлетике, ну, как простое. Как бы я к этому тщательно не готовилась, не буду скрывать. Но самое сложное – это плавание, потому что я впервые плавала. Подведение итогов среди команд поселения учитывались результаты лучшего женского и лучшего мужского участников. Лидером стала славянская команда, на втором месте анастасиевцы, на третьем – команда коржевского сельского поселения. Анастасиевское сельское поселение является одним из лучших в спортивных соревнованиях различного вида. И вот сегодня в соревнованиях по ГТО наши девочки взяли золото и серебро. И наш общекомандный зачет – второе место. Конечно, я очень рада, я безумно горжусь своими спортсменами, они действительно лучшие. В этих состязаниях не было проигравших. Выигрыши были все. Лучшие спортсмены войдут в сборную Славянского района и выступят на краевых соревнованиях. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!